Всем привет! С вами на связи Эдуард Затул и Виттер. И сейчас я научу вас пользоваться биткоином, потому что заметил такую ситуацию, что людям на самом деле интересна тема криптовалюта. Они слышат об этом все больше, больше, больше и больше. Хотят в этом поучаствовать, но не знают, где, как вообще его получить, в чем вообще его ценность, кто его вообще готов покупать, ну как вообще это все делается. Ну вообще существует огромная масса способов, там разные биржи, P2P биржи, P2P обменки, можно из рук в руки меняться этим биткоином. Но в наших странах, в СНГ, ну наиболее развит самый удобный и дешевый способ, это онлайн обменники. Вот именно о таком обменнике мы сегодня и поговорим, 24PayBank. Я им уже пользуюсь порядка полутора месяцев. Биткоином наменял здесь уже за это время больше 35 тысяч долларов и получил максимальную скидку 0,12%. Сейчас я хочу купить себе новую экшн-камеру, GoPro 5. И мне понадобилась наличка. Но у меня есть вот биткоины. Я открою свой кошелек BitGo. У меня есть на канале уже инструкции по регистрации кошельков. То есть у вас, грубо говоря, для того, чтобы хранить деньги биткоин, ну должен быть какой-то свой кошелек. Есть разные варианты кошельков. Это BitGo, это, может быть, блокчейн-инфа, либо масса других. То есть на bitcoin.org, кажется, это официальный сайт биткоина, можно посмотреть, какие есть самые популярные поддерживаемые кошельки биткоина. Мне лично очень нравится BitGo. То есть я даже оставлю, наверное, в описании ссылочку. Здесь, правда, все на английском, но все достаточно просто. Тем более в интернете есть масса, масса просто видеоинструкций, как его зарегистрировать, как им пользоваться. Все это займет, ну не больше, нескольких минут. Я из одной из своих бирж вывел немножко денег, 0,35 биткоина, что сегодня по курсу равняется сейчас почти 600 долларов. Он туда-сюда сегодня ходит. Вот 600 долларов. Вот нужны мне вообще рубли. Либо на Сбербанк, либо на Тинькофф, либо если вы на Украине, там на Приватбанк, либо если вы там в Казахстане, еще там у вас какие-то Казкоммерс или какие-то банки есть. Вот прям нужно вот сейчас мне купить экшн-камеру. К сожалению, у нас за биткоины мало кто что продает. Поэтому, естественно, нужно купить фиат. Мы идем просто на сайт обменника. То есть мы вообще берем сейчас, копируем свой адрес, с которого будем совершать обмен. Вот этот вот адрес, он у каждого существует, и у каждого кошелька это, грубо говоря, реквизиты ваши. Те, которые там вот фамилия, имя, отчество, номер карты, CVV-код, ну CVV-код это для платежей, это скрытная информация. Ну вот номер карты, номер счета. Вот это все полностью скомпилировано в одном вот этом буквенно-циферном наборе символов. Мы это все дело копируем. Тут у меня торги идут вовсю эфириумом. И переходим на сайт обменника 24PayBank. Я рекомендую вам сразу в нем зарегистрироваться. Это тоже делается очень быстро, ну чтобы получать накопительную систему скидок. Это действительно проверенный обменник, и я больше не пользуюсь BestChange, потому что, ну как бы, чревато постоянно менять обменники. Мы уже как бы с Владом наткнулись на одну такую ситуацию. Хорошо, что там все решилось, но нервы, как так сказать, попортили в свое время. И давайте сделаем так. Здесь все логично, да? То есть я вот зашел уже в свой аккаунт, нажимаю начать обмен, и что я отдаю? Я отдаю биткоин. То есть я из перечня валют разных электронных выбираю биткоин, и хочу что получить? Хочу получить Тинькофф. Данный обменник, он предлагает массу направлений обмена, ну который вот вы сейчас видите на экране, в том числе и Ethereum. То есть здесь даже Ethereum можно купить. То есть минуя различные биржи, это намного удобнее для вас. То есть вы можете здесь купить Ethereum, и им же поучаствовать в краудсейлах, которые сейчас все чаще и чаще выбирают эфир для сбора средств. Теперь с левой стороны мы вбиваем, сколько мы хотим обменять биткоинов. Мы возвращаемся в наш битко кошелек, и у нас здесь вот смотрим, да, 0.35 с копейками битков. Учитывайте этот момент, что нужно еще будет заплатить комиссию за перевод в биткоин-сети, поэтому нужно отправлять чуть-чуть меньше. Поэтому я отправлю 0.345, чтобы оставить на комиссию, чтобы все-таки платеж прошел быстро. Можно и без комиссии делать, то есть вообще не платить. Но тогда ваш платеж в биткоин-сети будет проходить в последнюю очередь, и это может занять там вообще даже несколько дней. Поэтому лучше все-таки, ну, чуть-чуть комиссию оставить. Значит, вот 0.345, и по курсу данного обменника я получу 31 226 рублей 77 копеек на свой счет в Тинькове. Дальше, если вы зарегистрированы в поле, здесь можно делать обмены без регистрации, но с регистрацией в дальнейшем это намного удобнее. Вы сейчас увидите, насколько это быстро. Здесь уже имейл, ящик уже мой подставлен. Дальше мне необходимо просто вбить сюда номер карты Тиньков, ну, или Сбербанк, каким вы будете пользоваться, либо другим каким-то банком. И фамилия, имя, отчество владельца карты полностью. У меня уже здесь уже все это вбито. Каждый раз, когда вы совершаете обмен, этот обменник запоминает ваши данные. Поэтому я просто выбираю из перечня доступных мне уже счетов, на которые я совершал обмены. Он автоматически заполняет нужные поля, и я просто ставлю галку, что я согласен с правилами обмена, и нажимаю кнопку начать обмен. После этого я ожидаю следующего поля с реквизитами, куда необходимо отправить биткоины. Ну, то есть это обычный обменник. Как вот вы приходите в банк, там меняете доллары на рубли, вы же отдаете доллары, получаете рубли. Вот сейчас мне сообщат, куда мне нужно отдать мои биткоины. Здесь на каждом шаге идет четкая инструкция, поэтому вряд ли вы запутаетесь. Здесь указано, что я должен сделать перевод по реквизитам, и вот номер кошелька, куда нужно его совершить. Либо вот QR-код. Это очень удобно, если вы пользуетесь мобильной версией кошелька. Если вы можете даже с мобильного отправить свои биткоины, просто отсканировав этот QR-код. Но мы отправляем с компьютера, поэтому мы просто копируем этот адрес. Не забывайте, что копировать нужно все символы, поэтому внимательно. Я, как правило, запоминаю первые и последние символы. То есть начинается на единичку, заканчивается на PE. Возвращаюсь я на свой кошелек. Обращаю внимание, что 0.345 нужно отправить. И вот здесь еще внизу подсказочка по комиссиям. То есть какая скорость будет обмена в зависимости от величины комиссии, которую я выставлю. То есть он даже подсказывает с большой вероятностью. Возвращаемся. И здесь уже в моем кошельке я просто нажимаю кнопочку «Отправить сент». Дальше здесь в верхнем поле мне необходимо указать как раз таки этот адрес получателя. То есть обменника. Обращение внимание на единичку начинается, на PE заканчивается. И вот в поле BTC нужно указать сумму, которую я хочу отправить. Я собирался там отправлять 0.345. Есть такое дело. Здесь больше ничего не трогаем. Нажимаем кнопку «Сент». Кошельки Битко требуют... Здесь все перепроверяем. И кошельки Битко требуют двухэтапную аутентификацию с помощью различных токенов либо Google Аутентификатора. Если вы не знаете, что такое Google Аутентификатор, я рекомендую с этим ознакомиться на YouTube либо на Google. Это, собственно, ваша безопасность. Это такое специальное приложение, которое в режиме офлайн, независимо от того, есть интернет или нет, каждые 30 секунд генерирует новый шестизначный пароль, что существенно усложняет хакерам возможность взлома. То есть это практически невозможно. Каждые 30 секунд у вас, помимо основного пароля, есть еще какой-то дополнительный пароль, который постоянно меняется. И вот во втором поле вам нужно будет вбить ваш пароль от самого кошелька, который вы будете создавать при регистрации. А в верхнем поле вам необходимо будет вбить шестизначный актуальный на данную секунду пароль из Google Атентификатора. Google Атентификатор устанавливается на мобильные телефоны, iOS, на базе iOS и на базе Android. У вас там будет четкая инструкция. То есть вы его устанавливаете во время регистрации BitGo, вы просто выбираете Google Атентификатор, там будет QR-код, который вы сканируете с помощью своего телефона, он автоматически у вас там прописывается. И также у вас там будет специальный такой лист восстановления, который обязательно нужно сохранить и оставить где-то в каком-то очень надежном месте. Ну, собственно, я сейчас ввожу свои данные из Google Атентификатора. Сейчас здесь код вот такой. Нажимаю «Аутентифицировать». И мы смотрим, что деньги ушли. И сейчас они в состоянии пендинга. То есть данный перевод в обработке. Ну, он может занять там от нескольких минут до нескольких часов. То есть вот так вот сейчас работает система Биткоин. Она, к сожалению, сейчас приобрела неимоверную популярность и достаточно перегружена. Поэтому транзакции иногда идут достаточно долго. Хотя я поставил нормальную комиссию на данный перевод. Я думаю, придет достаточно быстро. Дальше мы возвращаемся на наш обменник. И обязательно, обязательно нажимаем кнопку, чтобы вы оплатили. Все. Нам, мы уже можем идти там курить бамбук. Не, бамбук курить не надо. Просто сигареты можно идти курить. Можно идти там кофе, чай попить. И в течение ближайшего времени, там 5 минут, 10, 20 минут, эти деньги придут к вам на кошелек. То есть можете не переживать. Они 100%, ну ладно, 99,9% что они к вам придут. В любом случае вы можете проверить свою электронную почту. И у вас там, если говорить обменник 24PayBank, у вас там будет как раз-таки сообщение о состоянии заявки. И есть постоянная ссылочка для отслеживания статуса. Вы можете перейти по ней и посмотреть, что заявочка сейчас в обработке. Вот, собственно, и все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пользуйтесь биткоином, участвуйте в ICO, богатейте с помощью технологии блокчейн и тренда криптовалют. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok